Празднование Дня Святого Валентина для Ульяны Борисовой завершилось трагедией. Девушка, присев на подоконник, решила опереться спиной на окно, забыв, что оно было открыто. В результате падения получила серьезные травмы. Ушиб головного мозга, переломы шейных позвонков, ключицы и нарушение двигательных функций от талии до нижних конечностей. Врачи сказали, что спиной мозг целый, все прекрасно, я на ноги встану, восстановление будет прекрасное. Главное, чтобы было желание. И, конечно же, посоветовала обращаться в реабилитационные центры, в благотворительные фонды, где помогают людям в лечении, в реабилитации. И я обращалась в благотворительный фонд «Помощь» и «Правмир». Благотворительные фонды откликнулись сразу и за короткое время собрали необходимую сумму на реабилитацию, которую Ульяна прошла в московском центре «Три сестры». Я прошла три курса реабилитации. И сейчас у меня перерыв, я приехала домой, отдыхаем. Но врач сказал, чтобы мне не прерывать реабилитацию, мне нужно ее больше, чтобы восстановить мышцы спины, мышцы ног. И чтобы потом уже вернуть чувствительность, тазовые органы, чтобы все вернуть, чтобы заново начать ходить. По словам врачей, чтобы вернуться к полноценной жизни, девушке необходимо в течение двух лет проходить реабилитацию с небольшими перерывами. При постоянных тренировках есть надежда на полное восстановление. Чувствительность вернется, и Ульяна сможет ходить. Я верю, что я встану на ноги, я буду ходить и закончу свой колледж. Я сейчас нахожусь в академическом отпуске, но я надеюсь, что очень скоро я закончу, получу диплом и буду работать, жить обычной жизнью, как и жила раньше. Ульяне на первую реабилитацию благотворительный фонд помощь собрал 543 557 рублей. Но она не единственная, кому помогли. Более трех лет организация работает с людьми, кому поставили тяжелые диагнозы. Сейчас открыт сбор для Андрея Зяблых из города Кирова. Полтора года назад у него обнаружили рак желчных протоков четвертой стадии. Мужчина прошел 12 курсов химиотерапии, но ничего не помогло. Сейчас у него появился шанс на выздоровление. Для этого необходимо пройти контрольное обследование и отправиться на операцию по одолению опухоли в Израиль. Сумма сбора 8 миллионов рублей. У мужчины есть жена и двое маленьких детей. Эта клиника назначила нам, в кратчайшие сроки назначила нам лечение торгентным препаратом Пемазир. И в ближайшее время, как только я начал его принимать, у меня пошла положительная динамика. Пожалуйста, помогите дойти до ремиссии. Я хочу быть здоровым, вернуться в спорт, быть примером для своих детей. Хочу воспитывать своих детей, видеть, как они растут. Я очень нужен своим детям. Пожалуйста, проходите мимо, помогите. Чтобы помочь подопечным фонда, достаточно отправить смс на номер 1315 с любой суммой. Благодаря таким пожертвованиям в скором времени Ульянов сможет отправиться на следующую реабилитацию. Сейчас я нахожусь дома, занимаюсь физическими нагрузками самостоятельно. Но вскоре мне придется вернуться в реабилитационный центр, продолжать реабилитацию. И я надеюсь, что Азовчане вы поможете мне с фондом помощь восстановиться, встать на ноги и жить полноценной жизнью.